Парад военной техники Парад военной техники Парад военной техники в августе 1945 года, а в 1950 году он был передан Тихо-Грянцем в Лолоту. И в 70-х лет сжижившие шеи на полигоне. Три года в шлопово на время танка и кондиот выполнимает участие в параде. За легендарными боевыми машинами идет ИСУ-122. Советская тяжелая самоходно-артиллерийская установка периода великой отечественной войны. За легендарными боевыми машинами приветствуют ИСУ, означает самолетовая руководка на бане ИСУ-122. Продолжение по моему предсчету экранизированной пилоты позволяет заместить командировку 55-й отделенной поддействия бригады Макфортифонды. Молодец на политический расходный. Здравствуйте, капитан Андрей Семененко. Дер昨rain Семененко Старший машины младший лейтенант Руслан Аршишенко labour leader staff machine repeat камня Перед трибунами тронетранспортеры БТР-82А, эти образцы боевой техники отлично зарекомендовали себя при введении боевых действий в ходе специальной военной операции. Предназначены для транспортирования личного состава при совершении марша или маневра войсками, включая преодоление водных трекрад, защиты экипажа десанта от огняк другого оружия, мирных и отступов снарядов, поражения и подопления живой силы противника или контролированных целей. Продолжение следует... Дорогие друзья, в вашем внимании представлены самоходные пусковые установки подвижного берегового радиоэлектронного комплекса Бастион. Они предназначены для поражения надводных кораблей различных классов и наземных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия. Бастион является одним из носителей ракеты «Оникс», которая в свою очередь на ракете с ракетным комплексом «Калибр» является основным противокорабельным ракетным оружием в вооруженных силах России. Также в состав ракетного комплекса входит транспортно-заряжающая машина, которая изготовлена на том же шасси, что и пусковая установка. Комплексы Бастион активно применяются для поражения надземных целей в ходе специальной военной операции. Старший расчетов. Старший лейтенант Андрей Боровский. Лейтенант Александр Чеван. Старший прапорщик Гуслан Сидыков. Прапорщик Артем Гебегов. Сержант Дмитрий Беговский. Награжден медалью ордена за заслуги перед Отечеством. На трос Александр Спиркин. Награжден медалью за отвагу. Механики-водители. Старшие прапорщики Кирилл Гонтерь и Михаил Кучунов. Прапорщики Андрей Яков и Владислав Чевы. Младший сержант Дмитрий Баговский. Старший вопрос Каил Машкатов. Дмитрий Баговский. Поиск целей и последующее оптимальное распределение огневающей главы по работе с ними. Для этого у него есть все. Радиокационные мировые, навигационное оборудование, прикоры ночного водителя. Специальное программное обеспечение позволяет командному пункту следить за целями, одновременно отслеживая характер возможной угрозы. Старшие машины. Сержанты Сергей Бажитов и Владимир Пирогов. Кавалеры Орденов Мужества. За рулем младшие сержанты Владислав Теремпилов и Александр Петросянов. Перед трибунами проходит специальный автомобиль для разминирования САГАР, отдельного морского инженерного полка Булота. Кусусов автомобиля ГАПСного Тима. За специальным оборудованием для разминирования. Старшие машины. Младший сержант Александр Татайров. За рулем. Матрос Аркадий Петоков. В парадном строю машины, состоящая на вооружении в подразделениях традиционной, химической и биологической защиты флота. Дымовая машина ТДА-3 на базе машины ТАНАМА. Полоза движения. Противодействие звездного просветки и недоведения оружия противника, осуществляемое путем постановки аэрозольских советских экранов. На счет станции два человека. Старшие машины. Старшие машины. Старшие на первой статье Евгения Судакова. Старшие на втором статье Евгений Чирикхана. Головный автомобиль военный Лили из коллекции музея и дочерческой техники на Сан-Городе. На базе военного политического клуба по технику конференции РК Криворском крае. Под руководством Анатолия Катинского открывает один из самых известных автомобилей до Евгении. Старший на ГАЗ-67П. Автомобили к силу легендарную сынокопятку противотанка в РК Криворском крае 45 мм образца 1902 года. За рулем директор «Сжак». За рулем капитан Третьего РК Казахстана. За рулем капитан Третьего РК Казахстана. Перед трибуны советский грузовой автомобиль ГАЗ-2А, известный народ как Паутер-Тарка. Именно на Паутер-Тарках сотни водителей. По рядовой дороге жизни не доставляют благодатные рады, рады, рады и просили виды этих детей. Суду рулем заводника Николай Маркотенко. Четвертый грузовик СИС-5В. Узовно-подъемностью три длины. Основной автомобиль грандой армии в береме Великой Отечественной войны. Суду лег автомобиль СИС-5В на Роман Юльченко. В составе колонны газогенераторный автомобиль ЗИС-21. Топливом для него могли служить деревянные чулки, уголь, порт и даже шишки. Такие машины использовались в основном в тылу, освобождая значительную часть бензина для нужд фронта. За рулем автомобиля Игорь Остапчук. Перед вами советский средний брониавтомобиль ПА-3, оснащен двумя пулеметами ПТ-27 и 45-мм огурьем. За рулем автомобиля Иван Боргинзов. Дорогие друзья, перед вами легендарная Катюша. Реактивная система злого огня в В-13 глава Шантифу Завета-6. Фашисты за характерную звук припуске реактивного наряда на засыпание его органов Сталина. За рулем Катюши Никиты Таюшкин. Перед трибуны американский взглядовик высокой противности из Дудовей Венгер-6. Советская реактивная система злого огня ПНФ-31-12. Лилия 20-300 мм. Прозванная на городе Андрюша. За рулем Виталия-Перуха. Символом единственной и командной штабовой службы в Красной Армии стал автобус ГАЗ-030. Эти машины сжили для перевозки командного состава и эвакуации ранен. За рулем автобуса Анатолий Вахмин. Завершает торжественное прохождение сводный военный армию в состав которого ваши военные музыканты и управления Федеральной службы войск в Российской Федерации национальной партии по комфортному краю Тихо-Кольянского военно-постового училища имени Степана Кузьмин-Чахарова и штаба Тихо-Кольянского флота. Возволяет сводный оркестр начальник военного оркестра штаба Тихо-Кольянского флота капитан Ритмарада Илья Сергеев. Время парада были исполнены лучшие проведения русских и советских композиторов. Сводный военный оркестр покидает площадь под звуки бессмертного марша Ваниля Агапкина «Прощание, слабовядки!» Пятые Великые Отечественные войны отдаляются от нас в стране. Но мы всегда будем помнить мужу, что захватили героизм, отцов, детов и герой. Останутся на вечерах победы людей из Беликоградской ритмы, Сурческой ритмы, Бодрые герой, герои все заступлены. Бреди нас, москвы и педагограды, Борис. Илья Алексеева Илья Алексеевна Борис. Борис. Останутся на Тунинг. Борис. Чи бессмертных войне Борис. Борис. Существующий второй футбор. Борис. Продолжение следует... Продолжение следует...